Минифутбол 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 Транквил часто создавали опасные моменты у ворот противников, но первый мяч в игре был забит именно Алмазом. Ответный гол не заставил себя долго ждать, и на последних минутах первого тайма мяч забили Транквил. Гол стал спорным, так как соперницы утверждали о фоле, однако решением судей мяч был засчитан. Второй тайм начался с забитого гола со стороны Алмаза. У футболисток Транквил был шанс выровнять счет и перевести его в свою пользу. Но спортсменки не смогли прорвать оборону Алмаза, и матч так и закончился счетом 2-1. В этот же игровой день прошла игра между проигравшими сборной КФУ Искрой и Вегасом. В этом матче Вегас отыгрался после поражения и обыграл своих соперников со счетом 3-0. Завершением всех матчей стал полуфинал, который определил, кто же поборется за призовые места. Первой парой стали команды сборная КФУ и Транквил. Фавориты турнира уже имели на своем счету 15 командных очков за два матча. Но это им не помешало забить в полуфинале еще 17 мячей. Их соперницы могли проиграть сухую, но ошибка вратаря сборной КФУ помогла заработать себе еще одно командное очко. Футболистка из Транквил на последних секундах матча начала атаку на ворота соперниц. Мяч был перехвачен, но голкипер отвлеклась и сама же поспособствовала тому, что мяч закатился в свои ворота. 17-1. Сборная КФУ вышла в финал. Есть над чем работать, еще раз повторюсь. Нужна физика. Все-таки здесь немножко поработать. Но в принципе у девочек настрой хороший. Только вперед, только победа. Следующий полуфинал был разыгран между «Алмазом» и «Вегасом». Почти всю игру обе команды привели без забитых мячей. А сама игра развивалась достаточно вяло. Но второй тайм для «Вегаса» стал более успешным. Футболистки нашли слабое место в тактике своих соперниц и забили им два гола подряд. Отыграться «Алмаз» не смог. Поэтому с победой 2-0 «Вегас» вышел в финал. Уже совсем скоро пройдут финальные игры за первое место между сборной КФУ и «Вегасом» и третье место между «Транквилом» и «Алмазом». Финалы вы сможете смотреть в прямом эфире в нашей официальной группе телеканала. Наталья Жирнова, Кристина Колосанова. Неделя спорта.